Всем привет! Сегодня с нами Виталий Вилат Волочаев. Здравствуй, Виталий! Скажи, пожалуйста, какие плюсы и минусы ты можешь выделить на данном мероприятии? Ну, плюсы тут налицо, как бы. Это турнир для Непреснала, то есть тут ребята, которые, в принципе, шансов где-то там засветиться на каких-то мировых турнирах прямых не имеют, но люди какие-то бегают. Так вот, как бы это ивент, где молодые парни, которые просто из ниоткуда, грубо говоря, они имеют шанс и возможность засветиться, побывать на стримах, показать себя, как-то там засвернуть перед другими организаторами, которые, возможно, потом их будут приглашать на свои турниры и так далее, ну и заработать денег. То есть тут одни плюсы и ивент, по-моему, нравится всем, кто здесь. Особенно потому, что атмосфера достаточно ламповая и крутая. Ну и в интернете количество зрителей меня удивляет, очень много народу, и это круто. Вот очень заметно, что ты как-то пытаешься, как обычно, ярко и эмоционально комментировать, в отличие от других, как-то вытянуть сам турнир. Как ты располагаешь тем, что какая команда тебе больше симпатична? Ну, своя, то есть как бы я что-то не просто, у нас есть своя команда, команда эффект, команда явно крутая. То есть там реально некоторые парни Мэджикал, которые в мидии играют, я уже отмечал в эфирах много раз. Очень-очень хороший игрок, я вижу перспективу, ну, как бы, ну, видно по парню, что вот он и у него есть возможность играть не только вот на уровне аматорском, а на полупрофессиональном возможно-профессиональном уровне. И вот я бы, наверное, выделил их. А по поводу того, что, как бы, комментирую я, ну, как бы, игра там условных нави-альянса от игры вот этих двух команд, она не особо отличается. По сути, то есть, как бы, если закрывать глаза на никнеймы, то, в принципе, это дота. Любая игра в доту, она очень крутая, она очень, ее можно очень эмоционально преподать зрителю. И это я считаю своей работой, как бы, я думаю, у меня это неплохо получается, потому что абсолютно любая игра, это набор очень крутых хайлайтов, крутых моментов, и ее, соответственно, надо комментировать. Больше всего интересующих себе вопрос, какие ты критерии выставлял при отборе в команду, и какие советы давал игрока? Ну, советы я им, в плане, знаю, какие я им даю, они меня иногда тоже потраливают, я им всегда говорю, ребята, луну взять и шедоу демона, и все будет нормально, ну, что вокруг вас будет бандровочка, они там, ну, так меня все слушают, конечно, так что я больше их, конечно, подбадриваю. Ну, опять-таки, такая ситуация, что команда уже настолько стабильная и хорошая, что, в принципе, им даже посоветовать нечего, потому что у них есть хороший тренер, настоящий тренер, Дима Лейт оф Хевен, который с ними работает, который их учит, который у них тоже увидел потенциал, и, как бы, парни знают, что делать, поэтому я для них разве что моральная помощь, поддержка. Последний вопрос на сегодня, если такое мероприятие будет продолжаться в дальнейшем, ты с радостью поучавствуешь в нем, и в каком бы формате ты хотел бы увидеть дальнейшую? Ну, формат довольно интересный, но вот четыре команды немножко маловато, я думаю, если бы было бы восемь команд, и какой-то более широкий турнир, как-то там на протяжении двух дней, и, может быть, там, чтобы немного больше публики было там на лане, чтобы люди болели, там, не знаю, друзья поприходили игрокам, потому что, ну, тут, как бы, Веню не рассчитано на то, чтобы там приходило много публики, это было бы круто, и я, конечно, если у меня будет приглашение, конечно же, буду приезжать на такие ивенты, потому что развитие, развитие доты, развитие киберспорта, как бы оно, казалось бы, что киберспорт уже развит, но это все еще у нас впереди, и мы этим всем активно занимаемся, и нам это все активно надо, потому что чем больше таких турниров будем проводить мы, либо кто-либо, тем больше у нас будет молодых звезд появляться, тем больше у нас есть шанс увидеть условных чемпионов 7-го интернешнла из СНГ, а не откуда-то из Китая. Все, спасибо тебе за уделенное время.